Друзья, всем привет! С вами Артем и компания Сферакар. И как же может не радовать последние вот эти события, понижение курса до 72. Хотелось бы проломить вот эту планку ниже 70, но почему-то я сомневаюсь, что это будет. Если вы ждете, ждите, но я бы не стал. В связи с этим у нас что? Растет число продаж, растет число клиентов. Все хотят именно сейчас, потому что сейчас очень выгодный курс для покупки. И хотелось бы вам показать вторую часть европейских автомобилей. Погнали! И начнем мы с вами с Nano кроссовера. Почему Nano? Потому что в этом сегменте он один из самых маленьких. Это BMW X1. X1 передний привод, полторашка, бензиновая, турбовая. Вот такой кроссовер небольшой. Стоимость этого автомобиля 2018 год 1 миллион 440 тысяч рублей. Погнали дальше. Второй вариант. Вот такой черный красавец. Ну, стандартный салон, как и у всех BMW. Пробег 124 тысячи. Четверка оценка. Это у нас дизельная версия двухлитровая на полном приводе, турбовая. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 740 тысяч рублей. И третий вариант в белом цвете. Бензиновая версия, полный привод, турбовая, двухлитровая, четыре с половиной оценка, 36 тысяч пробег. Давайте немножечко посмотрим на нее сбоку. Сзади. Рассмотрим. И салона. Вот такой, в принципе, симпатичный вариант. Неплохой автомобиль. Интересна цена, да? Стоимость данного автомобиля 2 миллиона 30 тысяч рублей. Так, а это я назову, наверное, сегментом мини-кроссоверов. То было нано-кроссоверы, это мини-кроссоверы. X2 BMW. Передний привод, полторашка, бензиновая, турбовая. Вот этот вариант мне больше нравится. Такой стилевый, стилевый вариант. Также, ну, салон, на мой взгляд, особо ничем не изменился. Стоимость этого автомобиля 1 миллион. 790 тысяч рублей. Следующий вариант у нас вот такого, опять же, золотого цвета. Эх. Я знаю, кто оценит этот автомобиль по достоинству, потому что цвета золотого. 4,5 оценка, 20 тысяч пробег. Это у нас бензиновая версия, полный привод, 2 литра. Так, стоимость 1 миллион 935 тысяч рублей. И третья версия, это дизель, полный привод, турбо 2 литра. В белом цвете. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 121 тысяча рублей. Неплохой автомобиль, я так думаю. Если у вас есть во владении такая машина, напишите свои комментарии, какие у них есть болячки. Что вам нравится в этом автомобиле, а что не нравится. Поделитесь опытом, будет очень интересно. Погнали дальше. Итак, следующий вариант, это BMW X3. Дизельная версия, полный привод, 2 литра, 35 тысяч пробег, RK оценка. У него здесь есть по левой стороне подкрасы, по передней стороне подкрасы, сзади подкрас. Но такого особо чего-то критичного на самом деле нет на авто. Возможно, кстати, для тех, кто переживает приобретать такие автомобили с отметками W. W это значит, был какой-то ремонт. В плане ремонта и подразумевается то, что автомобиль мог просто полироваться. Это W1. Это вполне возможно. Если вы переживаете о том, что что-то там красилось, можете не переживать. Все в зависимости от аукциона, от перевода. Обращайтесь к своему менеджеру, он подскажет и поможет. Возвращаемся к тачке. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 255 тысяч рублей. Следующий вариант, белого цвета, 8 тысяч пробег, 4,5 оценка. Бензиновая версия на полном приводе. Двухлитровая. Так, салон. Салон откроем, посмотрим. Посмотрели, все, хватит. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 420 тысяч рублей. И третий вариант. Тут уже 3 литра дизель, полный привод. Но выглядит симпатично. Я бы этот автомобиль, наверное, сравнил бы с каким-нибудь X-Trail по габаритам. То есть он намного больше, чем Везель, он намного больше, чем C-HR. Хотя визуально по картинке кажется, что нет. Но на самом деле выглядит довольно-таки весомо. Стоимость данного авто 3 миллиона 700 тысяч рублей. Но стоит не как X-Trail. Согласитесь, да? Да, X-Trail можно вообще топовый персик взять там в районе миллиона 800 тысяч, миллиона 900. Прям гибридный, чтобы был там со всеми функциями. Но не об этом. Пойдем дальше. И следующий вариант BMW X5. Ну, нравится? Хорошая тачка. Прикольный салон. Но мне напоминает цвет кожи. Вот помада из 90-х. Вот пример такого цвета. Хотя говорят в живую, он намного темнее и выглядит довольно-таки симпатично. Кто переживает по поводу красного, коричневого салона? В живую выглядит намного круче. Могу привести в пример X-Trail. Фу! Какой X-Trail? Harrier. Вот у них есть комбинированный салон черно-красный. В живую выглядит намного круче, чем на фотографиях. На мой взгляд, я не особо люблю красный цвет. И якобы как это сильно бросается в глаза, да? И неприятно для восприятия. Но когда ты садишься, все очень гармонично. То есть все очень круто. Поэтому можно не бояться покупать такие автомобили. Итак, X5. Полный привод. Дизельная. Трехлитровая. 4,5 оценка. 52 тысячи пробег. Стоимость. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 680 тысяч рублей. Но это оценка 4,5 балла. Пробег 52 тысячи. Хотите подешевле? Смотрите просто чуть-чуть побольше пробег. Немножечко похуже комплектацию. Будет дешевле. Машин не так много. Мы выбираем самые популярные варианты. Ну и то, что вот на данный момент доступно по статистике. И следующий интересный автомобиль. Сидите, наверное, и думаете, что за тачка. Да, я не покажу. Да ладно, шучу, шучу. Сейчас покажу. Это Audi Q3. Это, знаете, как Q7, только ее постирали в горячей воде. Она стала немножечко меньше. Белый цвет 79 тысяч пробег. 4,5 оценка. Передний привод 1,4 турбо. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 135 тысяч рублей. Крутая цена за небольшой кроссовер. Удобный, компактный. Куда-нибудь паркануться. Очень удобно припарковаться. Далее. Далее у нас идет Audi Q5. А именно дизельная полноприводная. Так, ну здесь уже, на мой взгляд, максимально крутой внешний вид. Audi очень сильно симпатизирует. И возможно, возможно, когда-нибудь я себе куплю ее. Такой, значит, салон. Салон, на самом деле, вот, я не знаю, чем-то похож на BMW, на мой взгляд. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 500 тысяч рублей. 2019 год. И еще один вариант. Также полноприводный. Бензиновый. 28 тысяч пробег. 4,5 оценка. Полный привод Quattro. А? Сейчас субаристы сидят, наверное, и думают. Не! Наш Forester, вот он дает. Но, на самом деле, Quattro намного круче, чем полный привод у Subaru. Стоимость. Стоимость 2 миллиона 658 тысяч рублей. Цены на эти автомобили очень интересные. Если бы они стоили дороже, дороже, чем на вашем вторичном рынке, с такими же пробегами, в таком же состоянии, то, скорее всего, мы бы вам их не показывали. Потому что не было бы смысла. Поэтому, кого интересует и кто может смириться с тем, то, что он будет ездить на правом руле, и кого это, в принципе, особо не беспокоит. Вы можете звонить, обращаться, он вам поможет. Итак, друзья, подытожим. Это второй выпуск про европейские автомобили. А будет третий. Возможно, будет и четвертый. Все в зависимости от того, что вы напишите в своих комментариях. Какие автомобили будут интересовать вас. Что хочу сказать по поводу курсов и по поводу людей, которые ждут. Вы все ждете. Ждете благоприятного момента для того, чтобы приобрести себе автомобиль по выгодному курсу. Но кто знает, что будет завтра. И сейчас уже намного выгоднее приобрести автомобиль можно, нежели год назад, в принципе. Поэтому соберитесь с мыслями, соберитесь с деньгами и покупайте себе, обновляйте свой автопарк. Потому что автомобили – это та техника, которая будет всегда востребовательна. Всегда будет ликвидной. И это правильные вложения. И не забывайте, контакты в описании. Ссылочка вот здесь наверху. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok